Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу разобрать свои палетки теней в основном и я хочу убрать из своей коллекции, вообще продать или отдать друзьям те палетки, которые я уже не использую полгода примерно или больше. Здесь у меня в основном сухая формула теней, но даже у них есть срок годности, поэтому я не хочу их долго у себя держать, потому что я знаю, что чем-то я точно не буду пользоваться, но кому-то это, возможно, может пригодиться. Сразу же скажу, что в этом видео я не буду свочить все, только какие-то некоторые отдельные тени, потому что я думаю, что иначе это видео затянется на очень долго. Но если у меня найдутся фотографии со свочами определенных палеток, то, конечно, я их вставлю. Итак, достала все на стол. Когда я смотрю у блогеров, то обычно я вижу гораздо больше теней, чем у меня, но для меня важно просто иметь то, чем я пользуюсь. У меня также есть пара палеток теней, которых здесь нет. Они у меня просто всегда останутся в коллекции, просто потому что они напоминают мне определенных событиях в моей жизни. Палетка Master Metals от By Mario, Makeup By Mario. Конечно же остается, тут просто невероятные сияшки. Очень люблю розовый, и в целом, конечно, она мне довольно новая. Я с удовольствием ей продолжу пользоваться. Вторая роза от Pet Magrat, уже такая вся замученная, конечно, тоже остается. А это шестая палетка Midnight Sun от Pet Magrat. Знаете, мне так нравится эта палетка в плане вот этих вот сияшек, но я ей всего накрасилась, наверное, за полгода всего пару раз. Я, конечно, ее пока у себя оставлю, но почему-то к ней не так уж часто тянутся руки. И вообще я подумываю, может быть, мне и не нужно большие палетки покупать, потому что пока их достанешь, пока там все это разложишь, мне, наверное, все-таки подходят более такие либо четверки, ну, в общем, небольшие палетки. Но, конечно же, пока остается. Iconic Illumination тоже от Pet Magrat. Если честно, я бы, наверное, ее расхламила, потому что я совершенно ей не пользуюсь. Когда я ее купила, а я ее купила вместе вот с этой второй розой, я совершила следующую ошибку. Я не посмотрела схожие оттенки. И, как оказалось, вот эти вот бронзовые два, они в целом довольно похожи. Здесь есть немножко больше розовинки, но это не так критично. И вот эти вот сияшки тоже похожи. То есть вот эти два есть практически здесь, а этими двумя я практически не пользуюсь. Поэтому я думаю, что, наверное, я ее расхламлю, потому что она такая прекрасная, но она лежит без дела уже долгое время. Если бы она была бы у меня одна без вот этой, я бы, конечно, от нее не избавилась. Но так, в целом, я давно уже и не пользовалась. Последний раз красилась в июле, а сейчас уже ноябрь. Палетка от Nabla, которая называется Platinum. Я, если честно, ей часто не пользуюсь, но здесь такой красивый вот этот вот оттенок, что просто-просто как космический какой-то, невероятной красоты. Поэтому я никак точно не могу ей сказать нет. Все-таки я думаю, что я ее оставлю. И я думаю, что, наверное, я с ней даже сделаю несколько макияжей этой зимой. Мне кажется, очень красивая палетка. И она такая одновременно и сияющая, и ежедневная. У меня такая идея, что если я расхламлю больше косметики, то я, наконец-то, смогу пользоваться большей частью. А иначе у меня просто лежит что-то мертвым грузом. Мне это не нравится. Я люблю такой минимализм. Или когда вещи, которые у меня есть, они у меня используются. Да, есть пара вещей такие коллекционные, но в целом я люблю пользоваться, а не коллекционировать. Но я очень рада за тех, кто любит коллекционировать и находит какие-то очень интересные экземпляры. Вот такая вот мини-палетка от Glossier. Вы знаете, она мне, чем больше она у меня есть, тем больше она мне нравится. Вот этот сияющий оттенок, он невероятно красивый. Мне кажется, что он до конца даже не передает вот это сияние на камере. Здесь есть и мелкие, и крупные сияющие частицы. Мне напоминает в чем-то формула Dior хайлайтера. Очень-очень нравится. Я считаю, что это очень красивые тени. Здесь прекрасный матовый, который вообще не пылит. И очень легко тушуется. И такой спокойный сатин, который тоже такой мягкий. В общем, я считаю, что это очень удачные тени у Glossier. Конечно же, остается такая базовая палеточка. И вот такой у меня оттенок. Такие блестки от Nablu. Называется Miami Lights. Кстати, с тех пор, как я делала видео-обзор этих блесток, я больше ни разу ими не пользовалась. Поэтому я, наверное, отдам тому, кому это подойдет, кому это нужно, такое сияние. Здесь мелкие и крупные блестки. Смотрится очень красиво, но они просто потом повсюду, на одежде, на столе, везде. В общем, поэтому я думаю, что я их уберу просто потому, что абсолютно не пользуюсь. Заляпанная палетка от Patricota Major Dimension. Конечно же, остается. Есть здесь недостатки в плане очень твердого вот этого топера. Но в целом мне нравится палетка. Мне нравятся здесь матовые, кремовые базы. Поэтому 100% остается. Dior Backstage 002 Cool Neutrals. Здесь очень активно использовала базу. Здесь очень нейтральные, красивые оттенки. Я, если честно, пока не готова с ней расстаться. Очень мне она нравится здесь. Можно делать... В основном это легкая дымка, конечно, в макияже. Но при этом это очень легко делается. И, конечно, здесь можно сделать драму такими более темными. Здесь вроде бы есть и коричневинка, но в целом это холодные оттенки. Не знаю, мне нравится эта палетка. И я думаю, что она пока останется. Dominique Cosmetic Latte палетка. Знаете, уже очень давно я ей не пользовалась. Наверное, еще с февраля месяца. Очень красивая палетка. Здесь красивые сияшки. Даже можно сделать хайлайтер. Но я так понимаю, что она теплая. Скорее всего, из-за этого я ей не пользуюсь. Поэтому я думаю, что я ее пристрою все-таки. Потому что такая красота не должна пролеживать. Но от этого же бренда палетка Berries & Cream я думаю, что останется у меня. Потому что, видите, здесь есть более такие холодные матовые. В частности, вот этот вот Toasted оттенок очень мне нравится. И легко используемый Cherry Juice мне нравится. И там такой более нейтральный Soft & Sweet есть. То есть и такие очень красивые, кстати, вот этот Sugar Cookie светлый оттенок. Очень сияющий. Прямо вот очень-очень нравится высуществлять им уголок. То есть здесь есть такие оттенки, от которых я пока не готова отказаться. Она остается. Я сделала Swatch. Вот такой вот сияющий он оттенок. Очень-очень красивый. Прямо такой замороженный. Прямо такой замороженный лед. Очень красивый оттенок. Ну и матовые такие. У них красивые оттенки. Анастасия Беверли Хиллс Modern Renaissance. Я думаю, что остается. Опять же, из-за нейтральных и холодных матовых. Теплыми матовыми я здесь не часто пользуюсь. Хотя никак не могу назвать ее палеткой номер один. Но такая базовая палетка. Я думаю, что как раз из-за того, что здесь нет очень сильных сияшек. Мне нравятся очень сияющие яркие оттенки. Здесь она больше такая приглушенная. Кстати, вот эти розовые, они очень хорошо втушевываются в кожу. Они не выглядят яркими розовыми. И палетка подружка Soft Glam. Тоже Анастасия Беверли Хиллс. Знаете, я, если честно, уже не помню, когда ей украсилась в последний раз. Так, давайте сравним Soft Glam сверху. И здесь Modern Renaissance. Вообще, я сделала ошибку, когда их покупала. Я покупала их в прошлом году на Черную Пятницу вместе. И я не посмотрела. И оказывается, здесь три одинаковых оттенка. Во-первых, это вот этот оттенок. Затем Burn Orange. И вот этот вот. Поэтому я думаю, что так как я этой уже давно не пользуюсь. И у них здесь три похожих оттенка. То я, наверное, от этой вот избавлюсь. Не потому, что она плохая. Ни в коем случае. Я думаю, что она прекрасная. Просто я совершенно ей не пользуюсь. И я думаю, что она кого-нибудь обязательно порадует. От Huda Beauty новый нюд. Вы, наверное, знаете, если смотрите мой канал, что я очень люблю эту палетку. Мне нравятся здесь матовые. Блестяшки уже почти закончились. В общем, это горячо любимая палетка. Здесь очень красивые оттенки. Я очень жду новую палетку Rose Quartz. Обязательно ее приобрету. Если вы хотите видеть обзор, поставьте пальчик вверх. Вот, обязательно остается эта палетка. Итак, Наташа Динона Ретро. Я думаю, вы понимаете, остается. Она уже горячо любимая и горячо используемая палетка. То же самое могу сказать и о победителе рейтинга прошлого видео. Smokey Eyes Forever от Charles Tilbury. Невероятно красивое сияние дает палетка. Одна из самых любимых на данный момент точно остается. Палетка Sydney Grace и Temptalia тоже оставляю. Безумно красивая. Мне нравятся синие макияжи с ней. Здесь очень красивые сияшки и матовые хорошо тушуются. Эта палетка у меня была в тесте косметики. Я оставлю видео внизу. Считаю, очень достойная. И точно остается красивое оформление здесь. Мини Ретро. Одна из самых любимых палеток. Одна, наверное, которая будет дотерта до дырочки в этом году. Очень люблю, конечно, остается. То же самое могу сказать и о Мини Голд. Просто красавица. Мини Метрополис тоже остается. Но я, кстати, ей как-то пробовала делать макияж. Мне не понравилось. Я смыла. В общем, продолжу я ее тестировать. И, наверное, она мне какое-то время будет. Но никак не могу назвать ее. Сейчас пока самая любимая и точно нет. И моя недавняя покупка. Это Мини Глэм. Такая палеточка. Я только начала ее пока тестировать. Такая очень нейтральная. Еще пока не делала макияж. Только сводчи сделала. Celestial Pearl. Палетка от Child Tilbury. Я ее, конечно же, оставляю. Мне нравится сияние. Она довольно светлая. Палетка The Child от Colourpop. Вот такая вот забавная. С Baby Yoda. Мне, кстати, Марина ее советовала. И она у меня какое-то время уже есть. Я делала несколько макияжей. Рефилы приехали чуть-чуть подбитые. Но в целом она была не сломанная. Мне нравится зеленый в центре ментоловый. Он делает прям такие необычные макияжи. Но в то же время здесь можно сделать очень такие базовые макияжи. С вот этим вот матовым оттенком. В целом такая забавная палетка. Особенно для тех, кто любит Звездные войны. Но я ей совершенно не крашусь. С тех пор, как она у меня появилась, я сделала пробные макияжи. И на этом все закончилось. Поэтому я даже не знаю, оставить ее или отдать своей подружке. Которая, кстати, просто обожает Звездных войн. В общем, прямо склоняюсь ее отдать. Но на самом деле качество классное. Просто не успеваю пользоваться. И к Звездным войнам я отношусь очень спокойно. Но однозначно могу рекомендовать как базовую бюджетную палетку. Она действительно прекрасна. Красивое сияние. Просто не успеваю всем пользоваться. И обычно выбираю что-то другое. Хотя я считаю, что она очень-очень милая. Huda Beauty Roast Gold Remastered. Тоже покупала ее на черную пятницу в прошлом году. И, если честно, она у меня абсолютно лежит. Я делала, кстати, пост на нее еще летом в Инстаграме. И там я говорила, что я ее очень редко пользуюсь. Она довольно темная для меня. Из всей палетки я бы могла оставить только 4 оттенка, которые мне нравятся. Это вот эти вот матовые. И Pink Diamond, вот этот сияющий оттенок. У сияющих оттенков сверху, кстати, разная формула. Pink Diamond очень красивый оттенок. Видите, такой сияющий, прям такой влажный блеск. Но второй, кстати, совсем не такой рядышком, который. Видите, он более такой прозрачный, с крупицами блесток. Вот золотой тоже тянется, красивый. Оттенок Dubai мне не очень нравится, как смотрится на моем личном веке. Розовыми черными я не пользуюсь. В общем, считаю, что здесь в целом качество хорошее. Просто как-то не мои оттенки попались. И, кстати, вот этот оттенок Demure, он немного похож на вот этот вот из мини-ретро. Но здесь он более такой спокойный. Здесь в нем больше оранжевинки. Поэтому они мне оба нравятся. Но я все-таки этот выбираю. То есть из 4 любимых вот этот вот я все-таки найду ему замену вот в этой палетке. А Pink Diamond я могу заменить вот этим вот из Марио палетки. Сейчас сделаю сравнительные свочи. Так вот они выглядят. Справа это Huda и слева Марио. То есть я думаю, что довольно похожие. И я думаю, оставлю просто Марио. Получается, два из тех, которые мне нравятся, я могу заменить другими. Оставшиеся два. Но я, во-первых, такими темными не каждый день пользуюсь. И я думаю, что смогу найти замену вот этому серому. Возможно, в новой палетке от Huda. Поэтому я думаю, что я ее почищу. Я дам тому, кто будет просто очень-очень счастлив ее иметь у себя в коллекции и пользоваться ею. Зачем таким сокровищам просто так лежать? Ну и Celestial Odyssey от Pat McGrath, конечно же, тоже остается. Невероятная красота. Здесь такое разнообразие. На праздники, на будни я очень-очень рада этой палетке. И я думаю, что сейчас я буду чаще пользоваться, потому что будет меньше чуть косметики. Потому что я сейчас все прорежаю. И таким образом я смогу фокусироваться на то, что у меня есть им пользоваться. Этим палеткам я найду дом, в котором они будут любимые. И используемые. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. И я надеюсь, что оно вас подвигло на то, чтобы почистить свои закрома. И достать палетки, которыми вы не пользовались. И, возможно, отдать их или продать. Если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк. Таким образом я буду знать, что вам интересны такие видео. И буду их больше снимать. А мы увидимся с вами в новом видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok